Мне позвонил мужчина и спросил, можно ли ему причащаться, если на днях он повздорил с друзьями из-за некоторых церковных вопросов. Звонивший сообщил, что приятели с ним никак не соглашались, и это его разозлило. Я ответил ему, чада, что такое ты говоришь, разве я не просил тебя не спорить об этом, нельзя ругаться ради Христа и выходить из себя, убеждая другого. Оставь людей в покое, знай, что бы ты ни сказал о Христе, как бы тебе ни ответили, никто не сможет избежать его. Ты найдешь Христа, он тебя найдет, будешь искать его, мучимый своей проблемой, и он найдет тебя. Кому придешь, если не к нему, разве не так? Не нужно ругаться ради Господа. И не говори много о своей вере, не распространяйся, я тоже не хочу этого делать. Признаюсь, я отягчаюсь от того, что говорю так много о Нем. Важно жить по законам Божьим, жить во Христе. Ведь Христос пришел, дабы мы могли наполнить им нашу жизнь, жили им, им наслаждались. Его целью было стать жизнью нашей жизни, телом нашего тела, кровью нашей крови. Мы должны войти в Его дух до такой степени, чтобы Христос принял нас. И вот после этого мы вправе говорить о Нем. А мы лишь рассуждаем о Нем, не живя им, и докатились до того, что только разглагольствуем, не имея опыта Христа. Ты спросишь, к чему я клоню и что этим хочу сказать? Отвечу. Я не знаю Христа. Это плохо, но такова правда. А насчет тех, которые осуждают Господа, не зная Его? Кого они обвиняют? Кого критикуют? Того, кого не знают? Христос не такой, как о Нем говорят. Он другой. Он тот, к кому никто из обсуждающих Его и не приближался, кого не касался, не видел. Если видишь Господа, а не здание, людей, общество, системы, то есть все то, что от человека, если увидишь самого Иисуса Христа, то не будешь обвинять Его. Да тогда это уже станет и невозможно. Когда Его увидишь, удивишься, изумишься, сдашься Ему, потому что Он – Господь Бог, наш Создатель. Ну, скажи мне, как это будет происходить? Нам исполняется 40, 50, 60 лет, но мы все еще не прикоснулись к Господу и все еще не можем произнести слова, которые сказал апостол Павел. «Не ведаю, как ты, но я знаю, многие из нас не живут так. Что это за слова? Для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение». То есть Христос для меня – это все. Моя жизнь бессмысленна без Христа. Он всему придает смысл, украшает мир, мою жизнь, мое сердце, мои шаги, планы, дела. Можешь ли ты произнести эти слова? Можешь ли ты сказать, что это не ты живешь, а Христос? Он живет в тебе. И что это Он ходит, говорит, думает, пребывая в тебе, что Он просвещает твою душу, твою сущность, управляет твоими органами. Сможешь ли ты так сказать? И когда сможешь? В прошлом году ты говорил, что станешь добрее. Тот год прошел, наступил следующий. Когда ты сделаешь этот шаг? Когда изменишься? Даже мы проснемся. Когда выйдем из состояния подобия смерти, в котором живем. Вот ты хороший человек, но много таких, как я, кто живет в литургии греха. И им необходимо что-нибудь, чтобы проснуться и идти вперед. Они испытывают усталость не только весной, но и зимой, и осенью. В течение всего года они в литургии, безразличны, убивают клетки своего тела и души. Что же произойдет? Каким образом изменится наша жизнь? Как приблизим к себе нашего Творца и Судью, станем друзьями Христа? Я не понимаю и не знаю, как это произойдет. Один человек недавно рассказывал мне, как шел он по дороге и так погрузился в мысли о своих заботах, что его чуть не сбил автомобиль. Я задумался о своих проблемах, но гудок разбудил меня. Вот и говорю я себе, когда же, Иисусе, я забуду все от любви к Тебе? Если какая-то проблема может довести тебя до безумия, если мирская радость заставляет забыть обо всем, то представь себе, что ты будешь чувствовать, когда по-настоящему возлюбишь Бога. Ты улетал бы туда, переносился бы в другое место, переживал бы то, что пережил старец Сафроний Сахаров. Однажды, будучи во Франции, он потерялся и плутал целых три часа, потому что потерял память от усердной молитвы. Он потерялся, хотя был образованным мудрым человеком, а не каким-то идиотом, чтобы не знать, где находится. Он был мудрым-премудрым. Однако молитва растапливает и мудрых. Молитва меняет и преображает даже самых мудрых и заставляет их забыть, где они находятся, и дает им почувствовать такую радость, что они забывают дорогу и не знают, где они сейчас. Пойми это. Я говорю тебе это все вовсе не для того, чтобы ввести тебя в отчаяние, а для того, чтобы ты задумался. Мы не коротаем здесь время за беседой. Все, что говорится тут, должно вразумить нас оставить наши дела и не на день, думая хорошо провести время и послушать что-нибудь духовное. Это серьезные слова, которые, если мы их правильно поймем, оживят наше сердце, поменяют наше отношение к вере. И это не просто красивые слова из тех, что приятно слушать, но, как мы думаем, не обязательно выполнять, ведь мир из-за этого не рухнет. Нет. Это обязательно и чрезвычайно важно для всех. Это самые важные вопросы, по которым будут судить нас, которые встают перед нами в тот миг, когда мы умираем. Понимаешь ли ты это? Ради чего ты живешь? Чтобы жениться, купить автомобиль, родить детей, купить дом, получить высшее образование. Неужели ради этого? Ради чего ты живешь? Что хочешь постичь на этом свете? Для чего ты родился? Где окончится твоя жизнь? Кого хочешь встретить в этом мире? Кого пришел найти? С кем пришел соединиться? С моим мужем, — ответит женщина. И как будет длиться этот союз без Христа? В тлении, в обжорстве, в скуке и в конечном итоге в смерти? Тот, кого ты любишь, тленен. И если он несколько дней не будет мыться, ты не сможешь стоять рядом с ним. Для того ли мы родились, чтобы любить тленных, чтобы любить прах? Конечно же, нет. Мы родились для того, чтобы возлюбить Господа, чтобы познать Бога нашего Творца, нашего Создателя. Господь дает тебе спутника жизни, друга, дает тебе жену или мужа, детей, дарит тебе все, что тебя окружает, чтобы ты, именно ты, сказал «Спасибо тебе, Боже!» «Благодарю тебя, Боже!» Мне следует идти к тебе и быть возле тебя. Цель нашей жизни — это Господь. Мы живем, чтобы быть рядом с Христом. Мы живем для того, чтобы познать Бога. Если этого мы не сделаем, то потерпим фиаско. Я не говорю того, чего не знаю. Глубоко в душе и ты знаешь это. На исповеди ты скажешь «Батюшка, я все испробовал, всем насытился, все мне наскучило». И от всего я отчаялся. А я тебе отвечу «Это прекрасно, что ты отчаялся». Приходит время Христа, чтобы надеяться на Него и покориться Ему. Он покоряет человека, когда тот от всего отчаивается. Ты ел, пил, веселился, жил ночной жизнью, пьянствовал, развратничал. Все испробовал. Теперь ты смиренно приходишь и просишь милости Божьей. Приходишь, потому что ничто не наполняет тебя. Мы христиане, церковные люди, несчастные, многострадальные, окаянные и недовольные. Мы христиане скучаем по мирской жизни, потому что ею не живем. И смотрим так мало одним глазом на Христа, а другим глазом смотрим на других и немножко им завидуем. А мы всего лишены. А чего же ты лишился? Какой же жалкой жизнью ты живешь? Самое страшное, что ты тяготишься тем, что ты христианин и поступаешь, как христианин. Не живешь христианской жизнью, не наслаждаешься ею. Так и не делай этого. Живи по-другому. Постарайся быть честным с самим собой. Или наслаждайся Христом и живи им. Или... Что еще тебе сказать? Подумай, отнесись к этому серьезно, потому что быть наполовину христианином не доставит тебе радости и счастья. Выбирай. Или будешь жить с Христом, и он войдет в твое сердце, в каждую твою клетку. Или будешь жить половинчатой жизнью, постоянно негодуя, жизнью, таящей в себе ад, страдания, мучения, пытки. Ты как тот человек, который, стоя в вертолете возле выхода и приготовив парашют, спрашивает, прыгать мне или нет в эту пустоту. Да решай же, что тебе делать. Разобьюсь, думаешь ты, но если ты прыгнешь, парашют раскроется, и ты, падая, насладишься полетом, увидишь необъятное небо. Прими, наконец, решение, соверши поступок, а ты все еще думаешь и не знаешь, что делать. Немножко церкви и немножко другого. Это мука. Но люди, которые пережили в миру все, шли на поводу грехов, запутались в них, насытились ими, приходят ко Христу. Один человек пришел к старцу Порфирию и сказал ему, «Батюшка, я присытился, разочаровался, все испробовал». И он ему ответил, «Знаешь ли, почему ты так пострадал? Потому что искал у людей и в миру то, чего они не имеют. Не ищи и ты у людей то, чего они не имеют. Ты не можешь искать в миру то, чего там нет. Все дают тебе то, что имеют. Но что они имеют? Пление, боль, относительность, скорбь, пустоту. Все мы люди. Иди оговорить со мной, чего ты ждешь от меня. И я человек, и я тебя разочарую, и я тебя утомлю, и я тебе наскучу. Однажды ты устанешь и от меня. Я тоже человек. Ты вкусно и сытно ешь, пьешь, развлекаешься, живешь ночной жизнью, утром просыпаешься, и твоя голова гудит, как пустой котел. Что ты ждешь от мира сего? Что он тебе даст? Мало чего. Только Бог может дать тебе абсолютно все. Только Бог наполнит твою душу. Поэтому он тебе говорит, впусти меня в свое сердце, раскрой свои объятия для меня, крепче прижми меня к себе, возлюби меня горячо и возрадуйся. И если ты это сделаешь и протянешь руки ко Христу, и поместишь его в свое сердце, посвятишь свою жизнь Христу, а не людям или вещам или тварям, а Господу, который есть источник счастья, то тебе будет очень хорошо. Как тому человеку, что позвонил мне из Эвбеи и сказал, я очень счастливый человек, потому что люблю Господа. А я сказал ему, я рад за тебя, чем ты занимаешься? Ничем. Почему? Потому что меня разбил паралич. Так почему же ты чувствуешь себя очень счастливым? Потому что я люблю Господа, и он наполняет мою жизнь. Парализованный? В инвалидной коляске? Нет. Я прикован к постели, даже не в коляске. И что ты делаешь? Ничего. Чем занимаешься? Ничем. Я не могу ходить на работу, никуда не могу ходить, и славлю Бога, потому что в прошлом году я не мог двигаться вообще. Но теперь, благодаря врачам, я уже могу немножко поворачивать голову. Я славлю Христа и благодарю за Его любовь. Потому что если раньше муха садилась мне на лоб, то я должен был ждать, когда подойдет моя мама или кто-нибудь еще, чтобы прогнать ее. А сейчас я сам ее отгоняю. Я люблю Бога и благодарю Его. Это дает мне силы и терпение. Таков Христос. Ну, господин журналист, сообщи-ка об этом в новостях. Я об этом не хочу говорить. Я священник и не хочу промывать мозги людям. Это рассказал парализованный человек. Попробуй утешить человека, который не может даже прогнать муху со своего лба. Скажи ему что-нибудь, чтобы утешить и ободрить. Не я его утешил, ибо я уже говорил, что я только утомляю. Господь сам нашел его. Вот и приди и посмотри на него. Приди и посмотри, как Христос наполняет сердца людей, входит в их сердца. Приди и посмотри на слезы кающихся, в сердца которых вошел Христос и возродил их. Приди и посмотри на эти слезы. Это те слезы, о которых ты все время спрашиваешь. Почему же плачет этот человек? Почему же плачет эта женщина? Но ты не плачешь, потому что ты христианин, уставший от своей жизни. Ты не плачешь, потому что устал от всего. Ты устал и от того, что еще не пережил. Твоя жизнь — это трагедия. И ты, как я, не борешься, не прилагаешь усилий, не живешь с Христом и не знаешь, что теряешь. Ты в раю и не наслаждаешься. Смотришь на запретный плод, а не на другие плоды, которые тебе дал Господь, чтобы ты насладился ими. Видишь некоторые лишения и говоришь, церковь только и знает, нельзя и нельзя. Что нельзя? Об этом ли мы сегодня говорим? Церковь — это удовольствие, она — это да, она — это опыт от Христа, она — это опытное переживание, она осязаемая, она — это тело и кровь Христовы. Она — это Божие прикосновение, она — это еда и питье, она — это чудо, она — это удивление, она — все. Ты не понимаешь, почему другие плачут? Что заставило эту женщину плакать, прежде чем я ей скажу что-либо? Она плачет, потому что чувствует, она стоит перед Господом, стоит перед таинством, исповеди, святой литургии, святого причастия, стоит в таинстве церкви, и она посвящается этому таинству. Это Христос. Христос должен войти в твое сердце, понимаешь ли, чтобы пробудить каждую твою клетку, чтобы изменить тебя, чтобы дать тебе силы пережить все жизненные невзгоды. Как иначе ты их переживешь? Ведь сойдешь с ума. Без Христа сходит с ума, без Него приходит не только скорбь, но и отчаяние, пик неописуемой скорби. Живя без Христа, ты убиваешь себя, заболеваешь. Если ты не впустишь Христа в свою жизнь, то кого тогда впустишь? У тебя пустота, ты пытаешься ее заполнить чем-то, но у тебя остается все тот же горький вкус. Отчаянно ищешь перемен, чего-то нового, но что бы ты ни изменил, опять остаешься все с тем же. И снова те же переживания и попытка сбежать от них, найти какую-нибудь замену, но остается прежняя горечь, тот же горький сухой вкус во рту. Но мы же созданы не для такой жизни. Бог создал нас для большего. Ты заслуживаешь жизни прекрасной, заслуживаешь освящения. Протяни руки и почувствуй, как в твой дом входит Христос. И вот ты уже ощущаешь в своем сердце бесконечную радость. Ты заслуживаешь того, чтобы почувствовать счастье, которое изливается изнутри наружу, а не наоборот. Понимаешь ли ты это? Ты заслуживаешься изнутри наружу и испытываешь радость, о которой не знаешь, откуда она пришла. Это Христос. Христос вошел в тебя. Иисус. Я не устаю произносить это имя. А ты? Однажды мой знакомый спросил меня, почему при мысли, что вечером съем пиццу и выпью кока-колу, я радуюсь, но не чувствую того же, когда думаю о Христе. Иисусе мой, Христос мой, почему я не радуюсь от мысли, что буду молиться? Почему еда и даже мысль о ней, спортивная команда или какое-то мирское событие доставляют мне радость? Утром я с нетерпением жду вечера, когда смогу пойти в кафе и вкусно поесть, но не радуюсь при мысли, что у меня есть мой Бог, что у меня есть Спаситель, и что меня ожидает рай, Царствие Божие, Святая Литургия, на которую пойду скоро. Почему все это не наполняет меня радостью? Потому что Христос не вошел в нашу жизнь. Поэтому. Старец Иосиф Исихаст со святой горы Афон рассказывал, когда он, читая книгу, доходил до слов «Иисус, мой Иисус, мой Христос», то не мог продолжать чтение. А мы читаем без проблем, читаем слово «Иисус», словно встретили его в медицинском рецепте. Услышь эти слова «Мой Иисус», «Мой Христос», «Мой Создатель», «Мой Творец», «Моя Любовь», «Мой Свет», «Мой Пастырь» «Все это и есть Христос». Чувствуешь ли ты это? Почувствуешь, чтобы наполнить жизнь Христом, насытиться им, найти через Него полноту души, не просить любви у людей, утомляя их и утомляясь ими. Все мы устаем и утомляем других. Потому что, если не уповаешь на Господа, который есть источник любви, то всегда будешь просить любви у того, другого, у той, другой. И что тебе даст человек, если у него нет того, о чем просишь? Ждешь любви от своего мужа. Но найдешь ли ты ее у него? Даст ли он ее тебе? Есть ли она у него? Ведь некоторые даже от своих родителей не получили любви. И только прикоснувшись к Господу, обретешь покой и найдешь источник любви. Тогда скажешь себе, если меня любят, я рада этому и благодарна за это. А если не любят, то меня это не слишком беспокоит, потому что я люблю. У меня есть источник радости, силы и любви. Я прикоснулась к тому, кто есть начало всего и счастлива. В противном случае ты будешь все время просить. И все беседы, все исповеди, это тоже поиск любви. Вы чувствуете, что человек хочет чего-то от вас, ждет тепла и любви. Все мы ищем любви и потому замечаем, кто на нас ласково посмотрел, кто сказал нам доброе слово, благое, сладостное, нежное, любящее, которое согревает нас. Но что скрывать, все это внешнее, потому что все должно прийти от Господа. Никто не может наполнить твою душу, никто сам по себе не может сделать тебя счастливым. Только с Богом можем стать полноценными людьми, можем иметь сами и давать другим. И даже если нас никто не полюбит, это уже не будет для нас проблемой. Помнишь ли, что ты мне однажды рассказал? Как-то раз под вечер я сидел и ждал телефонного звонка, хоть от кого-нибудь, но никто не звонил. Никто. Никто мной не интересовался, живой ли я, мертвый. Неужели никто меня не любит? Но вдруг зазвонил телефон, я бросился к нему обрадованный и подумал, вот и вспомнили про меня. А знаешь, что это было? Звонили в аптеку, ошиблись номером, позвонили мне по ошибке, кто-то подумал обо мне по ошибке. А что я тебе ответил тогда? Есть кто-то, кто любит тебя не по ошибке. Кто по-настоящему тебя любит всегда днем и ночью, двадцать четыре часа в сутки, смотрит на тебя и ждет, чтобы ты обратил на него внимание. Но ты этого не понял и потому страдаешь. Просишь любви тут и там. А ведь есть настоящая любовь, и она вокруг нас, это любовь Христа. Она такая смиренная, такая терпеливая. Она надеется, что наступит время, когда ты найдешь для него немного времени. Когда уделишь ему хотя бы малую талику своего внимания, чтобы он сказал тебе, что любит тебя. Когда ты на минуту выключишь телевизор и откроешь глаза души, чтобы увидеть его. Когда начнешь читать Писание, чтобы осветиться. Когда возьмешь четкие и начнешь молиться, чтобы получить Божью благодать. Господь ждет этого и говорит тебе, ты ждешь телефонного звонка, но я возлюбил тебя раньше изобретения телефона, возлюбил тебя раньше создания мира. Я нашел способ сказать это твоему сердцу. Но твое сердце никогда не работает должным образом, никогда твое сердце не думает обо мне. Ты постоянно занят одним, другим, третьим, и у тебя нет времени услышать меня, когда я с тобой говорю. Не останавливаешься даже на минуту, чтобы услышать, как я говорю тебе, чадо мое. Однажды, две тысячи лет тому назад, в полдень, на Голгофе, я пролил за тебя свою кровь. Кто другой умер бы ради тебя? Кто бы позволил себя распять на кресте за тебя? Кто бы пострадал за тебя? Кто бы из любви к тебе божественной кровью обогрел землю? Понимаешь ли ты это? И не говори мне, что это теории и мифы, потому что, если бы это было так, то эта любовь не укрепляла бы так много людей, не делала бы вот того монаха со святой горы Афон, затворившегося в келье, таким счастливым. Если то, о чем мы говорим, было бы мифом, то это не укрепляло бы жизнь вот того человека в искушениях, невзгодах, во время постов, в нищете, жажде, лишениях. Помнишь ли ты, что сказал мне, когда мы с тобой были на Афоне? Я не хочу выходить из кельи, пусть хоть бомбят снаружи. Это такая радость, когда я в келье, и выходить не хочется. А что такого было в этой келье? Она закрыта для мирских радостей. Это маленькая келья размером 3 на 3 метра. Но в ней есть Христос, Святая Троица. В ней Божия благодать, Святой Дух. Внутри простор неба и бесконечная, прекраснейшая равнина, благоухающая розами. И монах не хочет выходить из своей кельи. Кто там его удерживает? Христос, тот, кого ты называешь басней. Если возлюбишь Христа, то никогда, никогда не почувствуешь себя одиноким. Мне, может быть, и не удастся достичь этого, но ты можешь этим жить. Пусть мы, которые об этом говорим, не настоящие, но это не имеет значения. Ты можешь быть мудрым, можешь уловить смысл, сделаешь шаг, который мы еще не сделали. Но и мы этого хотим. Хотим и пытаемся. А ты тот, у которого есть желание, жажда, искренность, благорасположение в душе. Так сделай этот шаг. Дерзай. Не смотри на меня, не смотри на других. Мы только говорим, а ничего не делаем. И тебе что мешает? Действуй. Подвязайся, живи, чтобы быть радостным, счастливым, чтобы испытать счастье. Ты этого заслуживаешь? Все это так прекрасно. Едва подумаешь об этом, как твое сердце наполнится радостью и счастьем, почувствует себя умиротворенным. Все это даст тебе Христос. Тот, кто этим живет, что скажет? Я живу в Господе? Да. Но обычно тот, кто любит, не говорит, а молится. Молится о себе, обо мне, беседующем с тобой, обо всем мире, произнося такие слова. Господь мой, прав тот человек, что мне сказал, я живу этим. Помилуй его и всех людей, которые этим живут. Когда говоришь о Господе, ты не устаешь. Господь освежает, а от меня ты устаешь, потому что я просто человек, и ты человек, а мы, люди, устаем друг от друга. Подумал о Христе, подумал я о Господе и обрадовался. Обрадовалась моя душа, наполнила мою жизнь смыслом. То есть, когда думаешь о Господе, не устаешь, хочешь говорить о Нем. Радуешься, когда думаешь о Нем. Твоя жизнь наполняется смыслом, изменяется. Об этом опьянении, безумии, сказал старец Порфирий, одной монахини. Помолюсь Христу, чтобы он сделал тебя не безрассудной, а Бога безрассудной, то есть безумной для Бога. Станем же мы безрассудными для Бога. Отренем ум для божественного счастья. Все в этом мире ищут какие-то безумия, опьяняют себя вином и телевизором, хотят оглупеть, делают все, чтобы забыться, а мы любим Господа, чтобы обезумить, чтобы обезумить божественным безумием. Сказать по-другому можно так. Это божественное опьянение и есть небесное празднество. Ты в раю, не понимаешь, где находишься и не знаешь, что происходит, и после этого потом все в твоей жизни меняется. Когда Иисус войдет в твое сердце, тогда не захочется курить. Я не могу сказать «брось курить», я говорю курящему, чтобы он молился в то время, когда закуривает, а он «да разве можно так?» Так что же, не можешь впустить Христа в свою жизнь? Как? И тогда, когда курю, речь не о том, что ты делаешь, я говорю о Христе, а не о курении. Давай не будем опускать наш разговор. Я говорю не о твоих поступках, я говорю научись молиться тогда, когда что-то делаешь. И когда грешу, когда грешишь, молись Богу, какому бы делу ты не приступал. А получится ли у меня, не знаю. Молись и делай, что хочешь. Не говорит ли то же самое блаженный Августин «возлюби Господа и делай, что хочешь». Скажи «Христос, я люблю тебя, но я не могу бросить». И если будешь постоянно произносить эти слова, то через некоторое время сигареты станут для тебя менее привлекательными, а потом ты будешь к ним равнодушен. Почему? Потому что тебе понравится нечто большее, чем сигареты. Вот, например, я люблю банницу, болгарский слоеный пирог с овощами, брензой или творогом. Но если кто-то даст мне попробовать пиццы, и она мне понравится больше, то банница отойдет на второй план. Когда видишь что-то лучшее, то просто хорошее тебя уже не притягивает? Позволь мне спросить, почему ты грешишь? Что ж ты смутился, ты ведь знаешь, почему мы грешим, не так ли? Потому что грех доставляет удовольствие, поэтому и грешим, разве нет? Когда я учился в университете, однажды мой однокурсник, очень искренний человек, так прямо мне и сказал, слушай, чаша греха сладка, и я выпью ее до дна, я ответил на здоровье, до дна, значит, у чаши есть дно. А что ты будешь делать потом, когда достигнешь дна? Твоя душа захочет еще и еще, ты же этим не насытишься. И знаешь что? Дно очень горькое. Мы чаще всего грешим, потому что нам что-то нравится, но когда приходит Христос, дающий сладость, этим лучше всего отсекаются грехи. Никогда не говори другому, пытаясь силой остановить какую-то его страсть. Отсеки страсть, отсеки страсть. А это он скажет тебе, чем заменю ее? Требуешь, чтобы я бросил курить? А что я буду делать, когда со мной случится истерика? Что я тогда буду делать? К чему другому мне обратиться? Что мне даст ту радость, которую доставлял сигарета? Я скажу тебе еще кое-что. Если ты не куришь, то и не можешь понять курильщика. Вот и не суди меня. Ты не можешь войти в мою душу и увидеть, что я чувствую в этот момент. Да. Я понимаю, что в то время, когда куришь, ты испытываешь некое приятное чувство. И когда ты совершаешь какой-либо другой грех, и когда я грешу, мы что-то такое чувствуем. Но когда пришел Христос, наполнил нашу душу, мы уже не хотим грешить. Тогда нет необходимости, чтобы другой нам говорил не греши. Нет надобности в этом. Почему ты сплетничаешь? Потому что это приятно. В этот момент ты чувствуешь, как твоя кровь волнуется, оживляется. Ты чувствуешь большое движение в губах, в уме. К тебе приходят разные идеи. Не случайно говорят молоть языком. Осуждение приносит тебе удовольствие и наслаждение. Зачем себя обманываешь? Неужели кто-то насильно заставляет тебя сплетничать? Просто тебе это приятно делать. Вот кто-нибудь позвонил женщине в то время, когда она спала после обеда, и передал ей какие-то сплетни. Ее сон как рукой сняло, глаза широко раскрылись, завязался бойкий разговор, они говорили долго. Зачем осуждаешь? Потому что тебе это нравится. Однако, когда познаешь Христа, то поймешь, что сладость осуждения не может сравниться со сладостью Христа. Вот ты отстоял долгую и хорошую службу, и от многих молитв у тебя голова закружилась. Закружилась в хорошем смысле слова, это головокружение от молитвы и опьянение любовью ко Христу, а после службы, предположим, ты вместе с другими садишься в машину, и эти другие начинают сплетничать. И если ты прочувствуешь молитву, если пылаешь любовью к Господу, если причастился, если молился на службе в течение четырех-пяти часов и не раз повторял Господи Иисусе Христе помилуй меня, тогда, слыша, как они осуждают, ты понимаешь, как это все далеко от тебя, и вовсе не нужно, чтобы кто-то говорил тебе «не осуждай», ты просто не сможешь кого-нибудь осудить. Так отсекаются страсти, так меняется мир, так меняется человек. Нельзя изменить своего ребенка, мужа, жену словами, проповедью, навязывая извне, оказывая давление. Как они изменятся, вопрос только в том, каким образом Христос войдет в человека и изменит его жизнь, изменит его глаза, руки, ум, сердце, тело, душу. Как он войдет в него? В этом вся суть. Но поскольку многие не хотят делать то, что трудно, то делают то, что сделать легко. Они говорят «перестань курить, исправься, опомнись, наведи порядок в своей жизни». Но все это случится только тогда, когда Господь войдет в нас. Понимаешь ли ты это? Субтитры